привет друзья с вами снова михаил и сегодня у меня для вас очередной обзор перьевой ручки и на сей раз это опять винтажная ручка друзья мои ну вы знаете что в последнее время достаточно сложно стало что-нибудь купить да все это очень дорого очень долго я заказал несколько современных ручек но когда они до меня доберутся понятия не имею поэтому пока винтаж да вот то что я смог найти здесь и то что меня заинтересовало вот эта ручка мне показалась достаточно интересной ручка называется eclipse модель называется empire то есть eclipse это затмение да им по это соответственно империя ручка не самого известного бренда история его достаточно туманно точно известно что бренд американский был основан неким марксом финстоуном маркс был иммигрантом из российской части польши дата основания неизвестна некоторые говорят что 1903 год некоторые говорят что 1906 но даже где-то пишут что вообще двадцатые годы тем не менее известно что марксу принадлежало три разных бренда eclipse это была старшая серия ручек а средняя серия называлась маркстон и бюджетная была версия они назывались парк роу а по всей вероятности сам финстон ничего не выпускал а заказывал свои ручки у достаточно известный на тот момент американский компании монро пенс известно что бренд просуществовал до 1964 года в шестьдесят четвертом году бренд выкупила какая-то канадская компания ну и дальше следы компании теряются а собственно вот такая история которая известна на сей момент компания особенно ничем не прославилась это был так называемый третий производитель то есть достаточно недорогие ручки не сильно чтобы популярные а но тем не менее было два забавных факта во первых eclipse известен тем что они запатентовали вот такого типа клип здесь он очень хитро крепится у него такие пластинышки вот здесь сверху и здесь снизу они проходят насквозь ручки и с той стороны разгибаются вот такой вот клип вы знаете что в двадцатые годы клипов было довольно мало был очень известный патент у паркера было отермана чуть попозже конклин запатентовал свой клип и вот еще eclipse придумали свой клип и второе чем была известна эта компания тем что она выпускала оранжевые ручки которые были по сути ну не клонами но копиями паркера дуафолда того времени и вы видите что делается они очень похожи а финстон обходил патент паркера как он не разорился на судебных тяжбах неизвестно тем не менее он очень гордился тем что он выпускал эти рыжие ручки и в двадцатые годы у него даже была реклама в которой говорилось что он производит и продает больше всех в мире рыжих ручек как ему это удавалось еще раз не знаю ну как видите да действительно ручки очень похожи давайте тогда уже посмотрим с виду совершенно классический флэт топ абсолютно прямой колпачок абсолютно прямой баррель вот до этого места чего чуть-чуть он здесь сходится кончику черные на шлепочке сверху и снизу в общем дуафолд дуафолдом но как видите здесь рычажная система заправки да то есть и кнопочную систему заправки паркера он скопировать не смог материал здесь очень интересный и у меня такое подозрение что это тот же самый перманит который использовал паркер в своих дуафолдах потому что на ощупь ручка очень похожа на дуафолд я когда первых впервые взял в руки ну вот прямо один в один вот тому взгляд ручка выглядит неплохо мне очень нравится сочетание вот этого рыжего с черным ну как видите такая достаточно простенькая ручка крупная ручка крупная вот так она в длину 14 сантиметров максимальный диаметр барреля порядка 14 же миллиметров и вот она по сравнению с монбланом 146 как видите чуть покороче но потолще и выглядит так по массивнее погрубее чем 146 ручка достаточно легкая порядка двадцати ну может быть 21 22 грамм на ощупь как я говорил уже приятно а вот такой вот клип на котором написано empire здесь написано опять этот пендинг да то есть патент заявлен клип такой довольно симпатичный мне нравится здесь рычаг на рычаге написано опять же empire и здесь буковка и до солнышком вокруг то есть это как раз логотип компании eclipse в общем такая совершенно стандартная ручка того времени я предполагаю что это рубеж двадцатых тридцатых годов колпачок положено на резьбе для того чтобы открутить нам с вами требуется ровно два оборота и здесь мы с вами видим резьбу резьба сделана очень неплохо опять же очень похоже на дуафилд а черная ибонитовая секция как видите вот сюда сужающиеся потом сильно расширяющиеся и перышко а вы клип составили как родные перья так и варнсет да то есть третьих производителей здесь стоит перо знаете по всей вероятности это перышко от компании sonykin немецкой есть такой логотипчик достаточно достаточно известный не могу вам точно сказать к сожалению не знаю перышко 14 каратная очень большой это примерно 7 размер и здесь мы с вами видим ибонитовый фидер а перышко выглядит так довольно оригинально такую остренькая и очень крупная а в руках ручка лежит отлично но тут размер такой же как у паркера два фолда и на мой взгляд это очень удачный размер очень очень удобно ручка достаточно легкая сбалансированная вот держать ее в руках одно удовольствие ну и давайте посмотрим что же у нас умеет делать это перышко и так иклипс импая а перо ширина пера конечно нигде не указано но скорее всего это extra fine очень тоненькая перышко а 14 карат или пятьсот восемьдесят пятая проба соответственно золото чернила монтеграпа black итак перышко я бы сказал что это опять же типичное винтажное перо у него достаточно сильная обратная связь не неприятная но и не супер гладкая это перышко такое зубосненько я бы сказал а подача подача для такого тоненького перышка достаточно обильная а перышко немножко пружинистые но это никакой не флекс вот смотрите вот я не нажал вот я поднажал да конечно перышко открывается но так она это делает достаточно неохотно я бы сказал что такой четверть флекс да что-то в этом духе никаких больших проблем с этим пером я не испытывал в общем пишет она вполне вполне неплохо да забыл вам показать как обычно обещал же а в сравнении эту ручку с монбланом 146 в открытом состоянии как видите в открытом состоянии и клипс чуть подлиннее даже монблана да и чуть-чуть потолще хорошего размера ручка таким образом друзья что я вам хочу сказать ну все-таки это копия да весьма и весьма удачные ручки паркер два фолд неплохо сделано неплохо сделано отличный рыжий цвет клип то забавный да ну и вообще вот я люблю винтажные ручки вот именно этого периода времени я люблю эти флэт топ и мне они нравятся не паркер два фолд но очень даже неплохо если сможете где-то найти очень рекомендую интересная ручка друзья увидимся в следующий раз пока пока